Проблемы строительной отрасли, о них сегодня говорили на собрании в Союзе строителей Владимирской области. По новому закону застройщики больше не могут добрать деньги с дольщиков. Их средства переводятся в банки на эскроу-счета. И только после сдачи объекта их получат строители. Новая система финансирования принималась как дополнительный механизм защиты потребителя. Однако теперь специалисты предупреждают, что введение эскроу-счетов может привести к удурожанию себестоимости квадратного метра и увеличению сроков выполнения работ. Чтобы построить дом, строители теперь вынуждены брать кредиты у тех же банков. Председатель ЗАГСобрания сказал, что в курсе проблемы на различных площадках Совета законодателей страны высказывает свои опасения и сейчас не оставляет надежды, что федеральный центр прислушается к мнению профессионального сообщества и закон будет усовершенствован. Мы критиковали этот закон, который принят был Государственной Думы. И под давлением, я не знаю, кого он был принят по поводу защиты дольщиков, а на самом деле введения вот этих эскроу-счетов, которые, к сожалению, дольщиков защищают достаточно условно, а себестоимость строительства повышает и не ускоряет процесс. Хотя, значит, президенту кто-то внушает о том, что, значит, процесс будет ускоряться от введения этого закона. На самом деле, к сожалению, это не так. Мы с вами все прекрасно это понимаем, что никак дополнительный процент за кредит не может ускорить строительство. Значит, будем работать и дальше, будем доказывать то, что, в общем-то, необходимо не повышать себестоимость строительства, а понижать. А способы защиты дольщиков, они есть самые различные, не только такие. Новые условия финансирования строительной отрасли совпали еще и с чисто региональной проблемой. Речь идет о слиянии двух областных департаментов по строительству и архитектуре и по вопросам ЖКХ. Объединить их задумала администрация Владимирской области. Строители, в том числе, заслуженные, почетные, против. И вот то, что у нас по строительству было, департамент строительства и архитектуры, сегодня вдруг на него кто-то занес меч. Как будто есть что-то лучшее, что можно было сделать. Мы 30 лет работали по этой системе. 30 лет. Оно доказало свою эффективность. Ей альтернативы не было, нет и не может быть, потому что это наука. Это наука, которая создана учеными и так далее, и так далее. И вот вдруг какой-то нашел деятель, который вдруг опорочил это дело, как дьявол какой-то откуда-то выстрел, как черт из табакерки, чтобы вот это взять все и сломать. Вот выдержать это дело я как старик не могу. Понимаете, у меня все внутри трепещет. У меня все протестует. У меня я готов убить кого-то. Строители поддерживают депутаты ЗАГС Собрания. Председатель Владимир Киселев считает, что у отрасли должен быть свой отдельный департамент. Сегодня, возможно, буду беседовать с губернатором. Я обязательно ему скажу свое мнение, потому что это такая целая огромная отрасль строительства. И, безусловно, понятно, что, может быть, один отдельный вице-губернатор и не нужен для этого направления. Но департамент, юридическое лицо, который непосредственно занимается этими вопросами, он просто необходим в моем представлении. К сожалению, это не полномочия законодательного собрания. Законодательное собрание утверждает структуру администрации, но в структуру администрации не входят вот эти вот как раз департаменты, они отдельные юридические лица. Поэтому это полномочия именно губернатора. Я обязательно с ним сегодня поговорю и донесу вашу беспокоенность. Ну и наше мнение депутатского корпуса, что нельзя этого делать и не нужно. Нужно, наверное, по крайней мере, если они такое решение примут, то плюсов никаких не будет, будут только минусы, к сожалению. Хотя у нас и так огромное количество проблем, плюс мы еще дополнительные органы власти создаем. Председатель облпарламента подчеркнул, что сегодня перед строителями стоит сложная задача. Согласно плану Минстроя, в текущем году необходимо ввести 772 тысячи квадратных метров жилья и в дальнейшем ежегодно увеличивать объемы до 1,1 миллиона квадратного метра. Таким образом, в ближайшие пять лет запланировано ввести почти 5,5 миллионов квадратных метров жилой площади. Закончили на приятном. Владимир Киселев наградил ветеранов отрасли и поблагодарил Союз строителей Владимирской области за плодотворное сотрудничество.